Всем привет! С вами Айка и очередной мукпанг. У нас сегодня томбик лахмаджун, который уже очень давно не был на моем канале. И кое-кто говорил, что больше никогда не будет пить колу. Да, кто-то говорил, вы знаете, кто это? Я не знаю. Но что-то очень сильно захотелось. Но я стараюсь реже ее пить, но иногда хочется. Вот иногда прям под томбик просто идеально. В общем, заказала я. И счастливо я сейчас буду пробовать. Посмотрите, какое огромное. В хлебе. Здесь вот начинка. Соус такой. Как это вкусно! Сегодня вылезал. Торт из Пинтерест. Как я самостоятельно готовлю тортик. И получается за час это видео набрало 11 тысяч просмотров аналитики. Я просто в шоке. Если вам нравится, дайте мне знать. Подмигните. Я буду... Ой! Заляпалась она, конечно. Я буду почаще снимать подобный формат. Вот скоро мама звонила. Сказала, что через 3 дня мама приезжает с бабушкой. Я как бы не то, что тортик буду готовить. Я просто хочу накрыть на стол. И если вам интересно, я это все засниму. Вы просто дайте мне знать, что вам интересно. Обязательно сниму, покажу. Мама все обещает мне, что приедет. Но каждый раз выходят какие-то дела. Не запланированно. И все отменяется. Попробуем лагмаджун. Это турецкое блюдо. Сверху здесь мясо. Получается толстый лаваш. Сверху мясо. И слой томатной пасты. Петрушка. Давайте зачитаю вам вопрос от подписчицы. Потому что у меня есть история на эту тему. Привет, Айка. В детстве я упала со второго этажа кувырком по лестнице. И сейчас на лбу шрам. Ответьте, пожалуйста. Было ли у тебя такое падение с какой-то высоты? И оставался ли у тебя шрам? Когда мы только переехали в Саратов, получается у нас не было собственного жилья. Пока что у папы даже не было возможности как бы снять жилье. Мы, получается, только переехали. И нас приютила наша тетя, папина сестра. Они уже жили в Саратове. И у них был частный дом, такой деревянный. И там было три комнаты. Вот. И одну из этих комнат выделили нам. Не помню, сколько мы там прожили. Где-то, наверное, 4 месяца. Но за эти 4 месяца папа переклеил там обои. Кое-что помог по ремонту и так далее. Но на самом деле очень помогла в то время тетя. У них был частный дом и рядом с домом была дорога. Такие большие синие ворота, как сейчас помню. И забор высокий. И на заборе всегда стояла деревянная лестница. И когда была мелкая, мне было 6-7 лет. даже, наверное, меньше, не 6-7. Бру. Лет 5. Я поднималась по этой лестнице, которая стояла на заборе. Поднималась наверх, из забора просто смотрела, как люди едут куда-то, кто-то куда-то спешит. и могла часами просто стоять и смотреть. И однажды всегда лестница стояла вот так. То есть это забор и вот так вот лестница. Как-то один раз она стояла очень вот так вот круто. И получается, лестница упала вот так, и я на ней. Очень сильно ударилась головой. Мама переживала очень по этому поводу. меня отвезли в больницу, наложили швы где-то в голове. Сейчас даже не то, что не болит, не ноет. Я даже шрама найти не могу. Папа начал ругаться на маму, чтобы мама не углядела. Я очень хорошо помню всю эту суету. Когда меня еще не было, мама была беременна моим братом. И вы помните деревенский дом, который я вам показывал? Он двухэтажный. Кто смотрел влоги, тот в курсе. То есть лестница на второй этаже, она начинается с улицы. Но не то, что с улицы, со двора. И очень мама, когда была на восьмом месяце беременности, она протирала стекла. Поставила лестницу и на втором этаже стекла протирала. И что-то она подскользнулась или что-то произошло, она упала. Упала прямо на бетон. И у нее, как я поняла, начались преждевременные роды. Родился мой брат. Мой брат родился очень слабеньким. У него была маленькая такая шея и большая голова. Я могу ошибаться, но, по-моему, брат родился недоношенным. Потом его долго лечили. И вообще по падениям, мне кажется, больше меня никто, наверное, не падал. Я всю жизнь падаю. Даже папа угорал. Говорил, Айка может на ровном месте просто упасть. Идем мы в какой-то парк. На аттракционы, без разницы. Я обязательно должна упасть, опозориться. Все угорают надо мной. Вкусно чища. Я сегодня думала, снимать мукбанг или не снимать. Я выложила видео торта из Пинтереста. И он просто так круто набрал, что у меня прям, знаете, такая мотивация снимать вторую часть. Я такая, думаю, надо вторую часть снимать быстро. Всем так понравилось, так много просмотров, столько положительных комментариев. Вчерашний торт съели до конца. У меня просто появилась идея приготовить торт не с коржами, а кое с чем другим. Идея такая. Так как у меня канал про еду, про мукбангер. Мне кажется, интересно. Я в детстве очень любила готовить. И первое мое блюдо, которое я приготовила, я просто перемешала соль с сахаром и сказала маме, мам, я приготовила кое-что невероятно вкусное. В детстве у меня было безумное желание готовить. И однажды я приготовила чечевичный суп. Просто огромную кастрюлю. И мама такая говорит, готовишь замечательно, зачем ты взяла такую большую кастрюлю? Мне, наверное, лет 10 было или 11. Но папа с таким удовольствием кушал этот чечевичный суп. Дело даже было не в том, что этот чечевичный суп был вкусный. Папе просто хотелось поддержать меня. Сколько я себя помню, папа всю жизнь ест то штамп, я готовлю. вообще не капризный, неприхотливый в еде. Но особенно он неприхотлив, когда готовлю я. Я приготовила огромную кастрюлю чечевичного супа. все как бы немножко поели. Ну, как бы не особо понравился всем. Папа в течение трех дней завтрак, обед и ужин кушал чечевичный суп. Просто потому, что его приготовила дочка. тогда это казалось ерундой. Подумаешь всего-то навсего. Папа поел чечевичный суп. А сейчас ты понимаешь сколько любви вложено в это. То есть ни грамма чечевичного супа не осталось. То есть не выбросили. Как я его готовила? В тот момент мы были в деревне и бабушка с мамой собирали орехи в огороде. И что я делала? Я пришла в огород к маме и бабушке и говорю давайте я вам что-то приготовлю. Бабушка начала смеяться да что-то приготовишь и так далее. Я говорю да приготовлю я. Я видела как вы готовите. Я говорю каждый этап буду вас спрашивать. И каждые 15 минут я прибегала в огород и говорила бабушка я пожарила лук дальше бабушка такая говорит теперь залей например кипятком я заливаю кипятком возвращаюсь в огород опять спрашиваю а дальше что и мой промах как раз таки заключался в том что бабушка сказала наполни кастрюлю водой а я взяла не ту кастрюлю про которую говорит она я взяла огромную кастрюлю именно поэтому он получился такой жиденький его получилось очень много и папа и папа в течение трех дней постепенно кушал на этом все мои хорошие спасибо спасибо что досмотрели это видео до конца обязательно подписывайтесь для вас возможно это мелочь для меня очень приятно всех люблю пока